Привет, Беларусь-Россия. Вот закончился товарищеский матч победой сборной России со счетом 4-0. Решил немножко поделиться впечатлениями от игры. Ну что сказать. Знаете, сборная Беларуси играла, во-первых, не самым сильным составом. Там ни Копленко не было, ни Лисаковича. Но в целом, конечно, сборная Беларуси очень слабое впечатление. Да, у них там в первом тайме момент был Сафонов спас. Да, игрок атакующий бил в угол, но Сафонов вытащил, перевел на угловой. И во втором тайме Максименко чуть было не привез сам, да, в свои ворота гол. Дурацкий отдал через центр Надивеев, игрок Беларусов. Мяч перехватил, уже обыграл Максименко, но тот все-таки в последний момент сумел выцарапать у него мяч и исправить свою ошибку и забрать мяч в руки. Ну а в целом, конечно, выделялись все-таки и Миранчук. Две голевые передачи Алексей отдал. Антон, вот честно говоря, его брат, играл он не слишком хорошо, очень много брак у него было. Но Алексей выделялся прямо, если честно. Обряков гол забил, первый достаточно неплохой, но, конечно, там защитники сборной Беларуси с вратарем так отвратительно сыграли, просто, знаете, как будто играла команда любительской лиги. Честно говоря, так не согласованно, просто кошмар. И Федор Чалов на замену вышел, качественно забив, да, два гола. Первый гол, так добивание немного корябое, но, тем не менее, мяч в ворота влетел. А второй гол, конечно, они с Миранчуком разыграли, Миранчук отдал. Чалов оторвался от защитника и пробил дальний угол. В принципе, хороший гол. Ну а так, конечно, если говорить про футболисты сборной России, явно они мастера Вити. Очень жаль, что сборная России не сыграет ни чемпионате Европы. Было бы мне достаточно интересно посмотреть, как бы они выступили. Я думаю, что из группы они вполне могли выйти. Если группа попалась бы хотя бы так, более-менее ровная, то, по идее, должны выходить. Потому что, в принципе, состав-то у сборной России, если бы так взять, и игру их достаточно неплохой. Хотя, с другой стороны, знаете, сборная Белоруссии играла чуть лучше, чем сборная Кубы, которая сборная России обыграла 8-0. То есть, соперники, конечно, у сборной России в товарищеских матчах, честно говоря, не самые топовые. Ну и сейчас товарищеские матчи, тоже смысл их не так понятен. Наверное, скорее он понятен для Карпина, который все-таки зарплату получает сборная России. Помощники, которые тоже зарплату получают. Ну и, если мы говорим про сборную России, для футболистов, может быть, там какая-то определенная тренировка. Хотя многие, наверное, хотели бы уже в отпуск отправиться. Но, тем не менее, они даже перед отпуском достаточно неплохо сыграли. Достаточно качественный. Дюкавин гол хороший забил. В целом, конечно, у сборной России есть игроки. Достаточно интересные, достаточно любопытные. Но, видите, Миранчук вот только, да, в Европе играет. Сейчас у Матвея Сафонова тоже непонятная ситуация. Там вроде он алименты, как бывший Жене, не выплатил. Его не пускают в Францию. Не пускают. Ну, то есть, из России он не выездной. В связи с этим. Тоже ситуация такая. Любопытная достаточно. Ну, а так, конечно, здесь, ну, что комментировать. Играли команды разного уровня. И поэтому победа сборной России разгромная, абсолютно заслуженная.